в этом видео настройка слайда встроенного в тему music play на wordpress меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так мы с вами подбираемся к слайду как его настроить давайте разбираться на главной странице мы с вами еще займемся в следующих видео именно оформлением дизайном но сразу хочу сказать вот вы можете видеть на главный такой вот баннер music play даже наверное вам интересно как он отключается или заменяется давайте посмотрим во первых в админке мы можем видеть вот здесь вот отдельная вкладка слайдер мы сейчас к ней вернемся дальше сам саму тему music play если мы с вами перейдем у нас здесь есть тоже видите вкладка слайдер мы с вами сейчас тоже ее коснемся вот есть тут такой чекбокс если мы его активируем сохраняемся то слайды отключаются вы видите все если они не нужны то есть отключаться он будет везде если где-то на внутренних страницах этот слайд будет он будет там отключаться как я уже сказал мы главной странице еще вернемся и там будем разбираться что сделать с этим слайдом именно на главный нужен он не нужен и так далее ну и теперь давайте я чекбокс сниму потому что слайды будем использовать создадим слайд сюда переходим для начала нам создать категории вот здесь вот есть категории то есть смотрите вы можете создать разные категории разные слайды привязаны к категориям и разные слайды могут выводиться на разных страницах свои например в стиле музыки электро будет свои слайды со своей информацией там и ссылка и так далее да а на других стиле другие слайды и давайте как нет название назовем я назвал категории 1 нажимаю эту кнопку добавляю категорию также можете добавить еще несколько назвать можете как угодно а теперь мы идем вот сюда не создан ни одного слайда опять же перед тем как создавать слайды слайд это по большому счету какая-то картинка сменяющиеся картинки эти картинки вы должны заготовить заранее на каком-то редакторе например фотошопе между собой они должны быть одинакового размера если они будут перелистываться чтобы это красиво смотрелось создайте их одинакового размера у меня есть две старые картинки которые я готовил также к слайду к этому 900 на 300 я сделал размеры могут быть индивидуальные нажимаем вот на эту кнопку название слайда начнем отсюда она будет фигурировать на самом слайде пускай будет слайд 1 здесь может быть какой-то текст можете его не писать или писать в этой области я ничего не пишу смотрим в правую колонку смотрите пускай этот слайд будет относиться к категории 1 это те категории которые мы только что создали вот здесь вот изображение это самое главное изображение нашего слайда обычный наш медиа загрузчик у меня уже изображение загруженная выбираю вот это изображение в качестве первого слайда и нажимаю вот на эту кнопку и нам остается разобраться вот здесь с настройками здесь их не так уж и много первое но у link то есть хотите ли вы чтобы это изображение являлось в слайде ссылкой то есть она может быть статичная то есть без ссылки просто информация на самой фотографии здесь есть link to page и сразу появляется опция на существующей вашей внутренней странице wordpress чтобы этот слайд перенаправлял по клику дальше link to категории категории у меня не создана категория можно сделать на категории link to post это смысле статьи обычной статьи wordpress что перенаправляла на любую у меня одна дефолтная статья вот от привет мир поэтому она только здесь и выскакивает вот этот вариант это произвольная ссылка выводить вставляете если это какой-то сторонний сайт давайте просто посмотрим я возьму вот эту ссылку как это работает работает ли но это работает я уже проверял и эту ссылку открыть ли в новой вкладке браузера ну пускай открывает дальше описание тот текст который будет на самом слайде находиться любой ваш текст дальше выравнивание текста на слайде то есть title именно title left вот здесь это видно да по центру справа просто выбираете где вы хотите пускай здесь будет вот слева дальше background color опять же смотрите сначала дальше сохраним а потом посмотрим чтобы вы просто понимали вы сейчас на не видите и не знаете где будет background цвет меняться здесь и цвет шрифта где будет меняться и вот этот чекбокс если вы хотите отключить описание на слайде вот ставим описание будет показываться вот они настройки это только один слайд по сути ну как бы одна картинка мы нажимаем опубликовать то есть если мы второй не создадим у нас эффект слайда не будет это будет просто статичная картинка но в принципе мы уже можем это посмотреть как выводить вообще слайды да вот один у нас уже есть если нам нужно это сделать на главной странице то есть именно слайд для главным и делаем мы видим то есть заменить вот на этот дефолтный для этого нужно пройти в music play перейти здесь слайды его 10 есть выбор уже для вас знакомый мы можем выбрать вот этот вариант и видите категория 1 просто выделяем то есть из этой категории слайд будет на главной странице показываться естественно будет тут несколько категорий в которой есть слайды и вы можете выбирать также есть вариант сразу видео вы знаете уже как это вставляется на главное это будет то есть вот эти настройки это именно слайд для главной страницы не для внутренних страниц здесь просто код видео player с youtube можно вставить как вставить я уже показывал дальше статическое изображение тоже показывать не буду я показывал как это делается то есть вы можете просто статичное изображение вот здесь вот загрузить для главной страницы и произвольный кастом слайд то есть мы будем использовать вот этот вариант категория 1 то есть из категории 1 слайды показываться дальше настройки у нас имеется небольшие для этого слайда вот это это лимит картинок например мы загрузили 5 картинок слайд в категорию 1 но надо например по каким-то причинам отображать только два первые два слайда тогда ставите здесь два и будет показывать только два остальные три показываться не будут дальше вот это вот у нас скорость переключение слайдов 3000 это миллисекундах то есть три секунды через каждые три секунды и переключение слайдов а дальше это если надо тонко настроить padding это внутренний отступ то есть это можно мы не трогать вообще а эффект слайда опять же надо смотреть наглядно всего лишь два эффекта я в четырнадцатом году записывал курс по этому по этой теме и было тогда два эффекта прошло столько лет и они не внедрили больше никаких интересных эффектов для слайда это конечно странно также ниже опции мы сейчас рассмотрим их надо видеть на наглядно то есть самое главное здесь мы выбираем этот вариант категории 1 и сохраняем и все и слайд уже должен показываться я обновляю главную страницу вот вы видите статичное изображение вы видите она является ссылкой как как мы и делали прикрепляли по клику все работает перебрасывает на сайт который я указал причем это нигде нету никаких слайдов не на каких страницах это только для главных как я говорю есть такое затемнение вы видите вот здесь слайд название слайда и вот она описание да как вы как вы и видели и теперь по настройкам давайте сначала добавим еще один слайд чтобы мы видели вообще переключение слайдов и так далее то есть чтобы добавить еще один слайд в категорию нам нужно создать еще одну картинку пишу слайд 2 категория 1 выбираю второе изображение здесь ссылки я вешать не буду пускай по центру отображается давайте опубликуем и уже для главной страницы появляется второй слайд во первых при наведении появляются стрелки по бокам вы можете видеть и это работает я переключаюсь через каждые три секунды у нас вы видите как слайд сменяется вот он сменяется и самое главное слайд у нас имеет адаптивный мобильный дизайн вы видите смотрится все хорошо стрелки видно в другом развороте экрана тоже все видно то есть мобильность адаптивность дизайна здесь присутствует здесь надо просто обновиться вот и теперь по настройкам индивидуально для каждого слайда например чтобы сразу увидели background color заливка цветом и заливка шрифта например зеленый давайте обновимся и посмотрим вот вы видите вот эта подложка до соответственно настройка вот этих цветов вы можете настроить индивидуально для каждого слайда до или возвращаемся в настройки переходим сюда поговорим про оставшиеся здесь настройки например эффект переключения давайте сохранимся обновимся то есть это у нас будет просто выцветание ну кому-то может быть этот эффект больше нравится дальше отключение или стрелок вот если выбираем files отключение обновлюсь то есть стрелок нет ни при наведении мышек слайд автоматически перелистывается если вы не хотите чтобы люди сами перелистывали слайды знаешь стрелки вы отключаете ну и посмотрим общий цвет background обновимся то есть вы видите вот здесь заливка да и здесь цвет белый цвет оранжевый то есть сразу для всех слайдов это работает текст color давайте посмотрим сделаю фиолетовым обновлюсь то есть это у нас получается не цвет текста а еще подложка некая за нашим текстом ну не знаю я бы здесь наверное ничего не выбирал здесь тоже сброшу соответственно вы понимаете если вы в категории добавить еще слайдов у вас вот здесь списке категории появятся и вы сможете выбирать из каких категорий вы хотите слайды демонстрировать на главной странице здесь все теперь поговорим про внутренние страницы как здесь разместить слайд для этого мы с вами сейчас пройдем странице я уже не буду создавать еще слайдов вы просто по аналогии создадите еще категории еще слайды для других страниц здесь вы уже сами разберетесь переходим страницы перехожу страница электро вот здесь вот вы выбираете слайд вот тут тоже появляется аналогичная категория категория 1 она у нас только одна подсвечивается потому что только в ней есть слайд это все очень просто обновляемся обновим страницу внутреннюю и вы видите для альбомов на электро тот же слайд у нас работает причем только здесь если я фаус перейду здесь слайда нет на главный тоже он есть и он дублируется еще на внутренней странице электро